МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 на первом Волгоградском канале. Волгоградская картонажно-переплетная фабрика, где трудятся инвалиды под угрозой закрытия. Дело дошло до баррикад. Центральный рынок Волгограда вновь в центре скандала. Вместе полвека. Три золотых свадьбы отпраздновали сегодня в Советском районе. Культурный шок. Служители искусства обеспокоены остаточным финансированием. Культура Волгоградской области в опасности. Финансирование этой сферы в проекте бюджета региона на следующий год сокращено более чем в два раза. Как выживать театром, музеем и другим учреждениям культуры и что их ждет в 2015 году? Обсудить этот вопрос представители культуры пригласили чиновников. Но профильное министерство призыв проигнорировало. Ни одного депутата облдумы тоже не было. Если сейчас сфотографировать вот тот лозунг, который висит на площади павших борцов, высшего цинизма, очень трудно представить. Культура, наше достояние, вектор развития. И вот это бюджет. Вы понимаете, это бюджет цинизма. Заглянул в основные направления бюджетной политики Волгоградской области. Вот этот документ. Поверьте мне, нет ни одной строчки, которую бы я многократно не перечитал. Слово «культура» я здесь не нашел ни разу. На внесение поправок в бюджет по строке «культура», если на это кто-то из депутатов решится, практически не остается времени. Главный финансовый документ региона будущего года будет утверждаться в облдуме уже 11 ноября. Напомним, доходы и расходы будут сокращены на 10 миллиардов рублей. Отрасль культуры пострадала от урезания финансирования на фоне прочих направлений больше всего. Волгоградская картонажно-переплетная фабрика под угрозой закрытия. 75 человек, большая часть инвалиды могут оказаться на улице. Производство продукции на устаревшем оборудовании стало нерентабельным. Нишу на рынке упаковки стали занимать предприятия с современным циклом производства. Конечно, нежелательно это, чтобы закрывалось. Хочется, чтобы дольше наше предприятие не закрывалось, чтобы, наоборот, больше заказов было. Сегодня из-за снижения количества заказов на фабрике уже перешли на трехдневную рабочую неделю. Рабочие переживают, что, оказавшись на улице, никому не будут нужны. У директора предприятия есть свой план спасения единственного оставшегося в Волгоградской области социального производства. Подробнее о ситуации в итоговой программе на высоте 102 в воскресенье. Сегодня центральный рынок Волгограда на улице Комсомольской вновь оказался в центре скандала. Металлическая стена, возникшая между мясомолочным и овощным отделами, стала неожиданностью для продавцов и покупателей. Перегородку возвели арендаторы площади овощного отдела, заявив, что проход является аварийным. А сегодня роль ставни были демонтированы по приказу руководства рынка. Я считаю, что в данном случае речь идет о самоуправных действиях. Я не понимаю, почему полиция бездействует. Я считаю, что организация по центральный рынок антигосударственная, криминальная, и все действия ее направлены именно на это, на уничтожение доходной части бюджета города Волгограда. Как нам стало известно, теперь арендаторы возвели на своей территории баррикады из столов. Высота 102 будет следить за развитием событий. Сегодня в Волгоградской области пассажирский автобус Москва-Астрахань столкнулся с легковым автомобилем «Лада Приора» с дагестанскими номерами. Это произошло на трассе М6 в Новониколаевском районе. «Лада Приора» выехала на полосу встречного движения. Водитель и один пассажир легковушки погибли. Еще двое получили травмы. Те, кто ехал в автобусе, не пострадали. Дебаты по поводу герба города-героя Волгограда ведутся около 10 лет. Волгоградский художник-геральдист Владислав Коваль высказал позицию, что городу стоит вернуться к историческим ценностям царицына. Другие геральдисты считают, что Волгограду необходимо оставить в качестве официального герба-флаг с изображением щита с лентой за оборону Сталинграда. На Красном поле две серебряных рыбы накрест. Это вот символ нашего города. Что изначально означало, что река царицы впадает в Волгу, вместо крепости. Через 200 лет материзовалось слиянием Волги с Доном, Волгодонским каналом. Город Волгоград-Сталинград не имеет права на символику, в которой не будет сталинградской победы. Недопустимо заменить патриотические символы просто бессмысленными рыбами. Подробно о геральдических тонкостях и исторических ценностях на высоте 102. Три золотых и одну изумрудную свадьбу отметили сегодня в ЗАГСе Советского района Волгограда. Поздравления с 50-летием совместной жизни принимали супруги Уховы, Филиппова и Красные. А 55 лет Семейного союза учиты Смирновых. За полвека ничего не поменялось. Нарядные взволнованные невесты, элегантные женихи, крики, горько, цветы и шампанское. Только среди гостей – дети, внуки и правнуки. По-разному прожили пять десятков лет эти семьи, но на вопрос о том, в чем же секрет супружеского счастья, отвечают одинаково – во взаимном уважении и умении прощать. Желаем вам всего доброго и будьте на высоте. До свидания.